Кадры решают все в любой отрасли, в том числе в спорте. В футбольную академию имени Юрия Коноплева набирают перспективных мальчишек со всей России. Здесь они учатся, тренируются, отсюда отправляются в большой футбол. До 2012 года академия финансировалась частным инвестором. С 2013-го поддерживается бюджетом Самарской области. О том, как выстраивается работа и за какие клубы играют коноплевцы. Молодой и перспективный Даниилу Иконникову 15 лет. Он родом из Кургана, от Тольятти до Уральского города больше тысячи километров. В академию Юрия Коноплева футболист приехал в марте. Говорит, что о выборе не жалеет. Был во многих академиях. Например, в Краснодарской академии был, в Чертаново был. И там, можно сказать, если честно, не такие прекрасные услуги. В том же Москве выделяют денег много. Все поездки есть, все оплачено. Но то же проживание, то же отношение к детям, оно не соответствует, как здесь. Тем более, здесь еще есть такой вот плюс, что из этой академии больше всего воспитанников играют в российской футбольной премьер-лиги. Здесь дают волю творчеству, а в футбол все же творчество. Понятно, что ежедневно воспитанники оттачивают технику на тренировках. Но приветствуются и самостоятельные занятия. День Даниила начинается в половине седьмого утра. Первым делом он выходит на поле. Знаменитых воспитанников у академии немало. На последнем чемпионате мира, например, в блистале Алан Загоев, Илья Кутепов, Роман Зобнин. Сейчас уже именитым спортсменом подрастает смена. В этом году мы в 2001 году заняли третье место. Первое место был Краснодар, второе – Казань, третье – Московский клуб. Победа – это совместный успех академии. Стараются все – игроки, тренеры, селекционеры, учителя, повара. Последние внимательно следят за рационом мальчишек. Стараются всегда удивлять. Брезоль и свинины, филе куриное с сыром, салат – белая березка, корейская морковка, свежие овощи. Каждый может выбрать ужин себе по вкусу. Сил у футболистов должно быть много. 4 тысячи килокалорий, если когда тренировки или соревнования, 4,5 тысячи килокалорий в день, 450 рублей на питание в день, в сутки. Пятиразовое питание. В соответствии белков, жиров, углеводов все считаем. Калорийность у нас бывает. Говядина норма съедаем, курица переедаем немножко, курица больше у нас, потому что у нас быстрые перевалятся белки, жиры, углеводы, быстрые углеводы, поэтому макароны каждый день. На базе Академии занимается 270 футболистов. Порядка ста из них иногородние. Живут вот в этой гостинице. Номера рассчитаны на несколько человек. Условия хорошие. Каждый день не только тренировки, но и занятия в школе. В этом году золотые медали получили три выпускника. В классах обстановка, нельзя сказать, что спартанская, но обновление необходимо. У нас большая часть мебели с третьего года еще, когда Игорь Петрович все это дело создал. И у нас все это необходимо, конечно, модернизации, особенно техники. Компьютеры старые, а часть занятий проходит дистанционно. Воспитанники постоянно участвуют в соревнованиях. Учебный процесс страдать не должен. Как отметил Дмитрий Азаров, без поддержки областного правительства Академия не останется. Она должна стать настоящей кузнецей кадров для российского футбола и, в первую очередь, для крыльев советов. Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Новости губернии, Ставропольский район.